Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем нарубиться во вторую готику, в этом видосе я продолжу выполнять квест тайны храма Аданаса и продолжу показывать вам плата древних. В прошлом, 247 видосе, ссылка появится сверху, я спустился в большую яму, убил босса Каракуста и открыл дверь в храм слез. Друзья, если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Ныряю в портал. Храм слез это своего рода локация в локации, со множеством ловушек и сильных боссов. Но как их проще пройти, я вам сейчас покажу. Внизу убиваю стаю варанов. Возле скалы забираю зелья защиты от падения. Прямо пещерка. В ней убиваю несколько воинов-ползунов. В углу забираю перманентное зелье и скрижаль. Чтобы попасть в сам храм, нужно подняться вот здесь, по камням. Наверху светляком забираю драконий корень. Возле входа в храм тусят несколько каменных стражей. Гошу их. Справа от входа, за большим поваленным стражем, скрижаль. С левой стороны от входа, на колонне, еще одна скрижаль. На стене около входа множество кнопок. Ну, все они для понтов. Вход открывается только по нажатию вот этой отдельной кнопки с нарисованным ключиком, расположенной на отдельной колонне. После чего открывается решетка и можно будет войти в комнату с первой загадкой-ловушкой. Если пройти по центру, то откроются стены и из них полетят стрелы. Поэтому прыгаю сбоку по полочкам. В центре лежат две скрижали. Проще всего их, конечно, взять ищущим огоньком. Но если у вас огонек не прокачен, то становитесь вот на эту полочку и летите. Кстати, вы мне писали в комментах, что в последних версиях альтернативного баланса светляк можно прокачать не за ЛП, а за золото. Спасибо, друзья, что не забываете и подсказываете мне о нововведениях. В следующей комнате, чтобы открылась решетка, нужно нажать на плиты на полу и на появившиеся кнопки на стене в определенной последовательности. Правая плита – кнопка в левом дальнем углу. Левая плита – кнопка в правом дальнем углу на колонне. Средняя плита. Кнопка в ближнем правом углу на колонне сбоку. Все, решетка открылась. Перед выходом на полочках забираю пару зелий и скрижаль. Сдохни, сдохни! Дальше еще две запертые решетки. Правая для магов, левая для воинов. Если вы маг, то идите направо. Здесь тусит босс – Махмул Сур. Он довольно-таки силен, тем более для маневров мало места. Лучше всего использовать пару свитков ледяной глыбы. В инвентаре у мага драгоценные камни. На полочках разные, на мой взгляд, порожняковые зелья. На алтаре амулет. Неплохой. Плюс 25 защиты от магии. Слева на полке перманентный элик. Значит, смотрите. Так как я воин, то это не моя комната, поэтому откатываю сохранение. Иду в комнату слева. Здесь тоже босс, воин с двуручником, амухас. Гошу его. Продолжение следует... Чтобы открыть дальше проход, нужно дотронуться до алтаря. Алтарь не сработает, пока месть вы не замочите амухаса. Помимо того, что здесь куча скрижалей и эликов, справа на постаменте мощный шлем Архазира. Классный шлем для ловкача. На 250 ловкости он дает довольно-таки мощную защиту. Слева на полочке амулет брони. Плюс 10 защиты от рубящего урона. Телепорт пока месть не работает. Поэтому иду влево по коридору. За развилкой еще один босс. Малиакс. Втекаю в комнату, где был босс Амухас. Залезаю на постамент. И гашу Малиакса из лука. У босса небольшой урон, но он обладает свойствами вампира. За каждое нанесенное очко урона вам, он восстанавливает свое хп. В требухе забираю темный кристалл души. Кстати, вы мне писали в комментах, лишние темные кристаллы душ продавать не нужно. Их можно будет пожертвовать у статуи Белиара и получить плюс 5 очков к хп. Спасибо, друзья, что не забываете и подсказываете мне. Дальше последний босс – Аракс, Смотритель Храма. На мой взгляд, самый простой противник. Ну, по крайней мере, для лучника. Использую тактику – стреляю, убегаю. К тому же здесь валом мест, где его можно заспаунить. После смерти Аракса на полочках в зале забираю всякий ценный лут, зелья и свитки. Также здесь хранится книга «Хроники Станоса. Третий том». Чтобы начать квест, нужно прочитать первый том «Хроники Станоса», который хранится в затопленной башне Ксардоса в Рудниковой долине. В центре зала забираю артефакт «Слезу Адоноса». Дальше возвращаюсь и ныряю в телепорт, который ведет в плата древних, прямо к яме, в которую я прыгал. Дальше нужно книпнуть мышкой в инвентаре по золотому скипетеру и соединить его со слезой Адоноса. После чего пройдет метеоритный дождь и появится запись в дневнике. Дальше вместо одного из колец надеваю скипетр. Снова пройдет метеоритный дождь, немножко исказится экран, но это все потом восстановится. Если вы сделали все правильно, то на плата древних появятся пять штормовых титанов. Места их появления обозначены на карте вот такими большими иероглифами. Чтобы было проще, поставьте видосик на паузу и зафоткайте этот момент на телефон. Первое место совсем рядом. Его даже видно отсюда. Вон оно. Мне нужно разбить все пять штормовых титанов. Сделать это можно, только ударив по ним бичом стражей. Ну и естественно не забудьте одеть вместо кольца золотой скипетр. В осколках каждого из титанов нужно будет забрать кусок рунной плитки. Второй титан тоже тут совсем недалеко. Вот направление на карте. Место расположено прямо возле оазиса, который я посетил первым. Третий титан вот в том направлении. Ориентир за маленькой пирамидой. А, вон, виден отсюда шпиль пирамиды. Гошу титана, забираю кусок рунной плитки. Дальше я, наверное, схожу на другой конец карты. И заодно активирую там телепорт. Четвертый титан расположен совсем недалеко от большой пирамиды. Гошу, забираю кусок плитки. Здесь совсем рядом расположено место под названием КРУЖИЗНИ. Активирую здесь телепорт. Место вроде бы расположено возле всех важных объектов, в том числе возле большой пирамиды. Так что отсюда можно будет легко везде добраться. Иду к последнему титану. Кстати, когда я в прошлый раз играл в альтернативный баланс, тоже сталкивался с таким багом. Здесь нужно только выходить из игры и заходить заново. Перезахожу, разбиваю титана. И забираю пятый кусок плитки. Дальше нужно эти пять кусков плиток объединить. Для этого просто нужно книпнуть на любой из кусков мышкой в инвентаре. В дневнике появится запись о том, что я соединил куски камня стражей. Все вместе они собрались в огромный кусок скрижальной доски. Думаю, что это один из кусков скрижали алтаря. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Где взять второй кусок скрижали алтаря, я расскажу вам в следующем видосе. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании, по мере прохождения игры, я оставлю ссылки на прохождение плата древних. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.